Хорхе Луис Борхес. История вечности. 1. В одном отрывке из Энеид, где задается вопрос о времени и его природе, говорится, что прежде времени надо знать, что такое вечность, ибо она, как известно, есть модель и прообраз времени. Это предупреждение, если его принять всерьез, очень существенно, потому что, похоже, оно исключает возможность каков бы то ни было взаимопонимания с человеком, это написавшим. Время для нас – проблема. Проблема жгучая и настоятельная, и, возможно, во всей метафизике самая жизненно актуальная. Вечность же – игра и докучливая мечта. У Платона в Тимея мы читаем, что время – это текучий образ вечности, мнение, ничуть не поколебавшее всеобщее убеждение, что именно вечность соткана из времени. Историю вечности – этого неуклюжего слова, вокруг которого столько разнотолков, я и намерен описать. Выворачивая наизнанку метод Платина, единственный способ им воспользоваться, я начну с того, что припомню все темное и невразумительное, что связано со временем, этой естественной метафизической тайной, которая стоит прежде вечности – детище людей. Одно из таких мест, не самое темное, но и не самое ясное, касается направления времени. Все считают, что оно течет из прошлого в будущего. Но вполне вероятно и обратное. То, о чем пишет испанец Мигель де Унамуна – «В сумерках река времени струится из вечного завтра». Сноска – сходное понятие времени у схоластов, которые представляли его движением из потенциального в актуальность, сродни вечные объекты Вайтхеда, конституирующие царство возможного и вступающие во время. И то, и другое одинаково правдоподобно и одинаково непроверяемо. Брэдли отвергает обе концепции и выдвигает свою собственную. Будущее следует изъять, оно всего лишь выражает наше чаяние, а актуальное – представить как распад исчезающего в прошлом настоящего. Этот уход в прошлое обычно соответствует периодам упадка и засилья пошлости, тогда как всякое энергетическое действие мы соотносим с устремленностью в будущее. Брэдли отрицает будущее. Одна из философских школ Индии отрицает настоящее, считая его неуловимым. «Апельсин или вот-вот сорвется с ветки, или он уже на земле», утверждают эти странные вульгаризаторы. Никто не видит, как он падает. Есть и другие трудности. Одна из них, и возможно наибольшая, как сочетать личное время каждого с общим математическим временем, вызвало много толков в связи с релятивистским бумом. И все это помнят, или помнят, что совсем недавно помнили. По крайней мере, мне эта проблема представляется так. Если время у нас в голове, то как оно может быть одним и тем же в головах тысяч или хотя бы у двух людей? Другая трудность описана элеатами в связи с отрицанием движения. Ее можно изложить так. 14 минут не пройдут за 800 лет, потому что до того, как пройдут 14 минут, должны пройти 7, а до 7 – 3,5 минуты, а до того – минуты и три четверти, и так до бесконечности. Так что 14 минут никогда не пройдут. Рассел оспаривает этот довод, утверждая, что бесконечные числа реальны, и что в них нет ничего необычного, но что они, по определению, даются сразу, а вовсе не как, в кавычках, «предел» беспредельного процесса исчисления. Эти огромные величины Рассела удачно предвосхищают ту вечность, которая образуется не через прибавление частей. «Ни одна из придуманных людьми вечностей, ни вечность номинализма, ни вечность Иринея или Платона не соединяет механически прошлого, настоящего и будущего. Она и проще, и чудеснее – это одновременность всех этих времен. Язык современности и тот поразительный словарь, каждое издание которого вызывает сожаление о предыдущем, похоже, проходит мимо этого, но именно так полагали метафизики. Вещи в душе располагаются последовательно. Сначала Сократ, потом Лошадь, читаю я в пятой книге Энеед. Всегда отдельная вещь воспринимается, а тысячи вещей теряются, но божественный промысел объемлет все вещи. И прошлое находится в настоящем в точности как грядущее, и ничто не проходит в этом мире. Все вещи пребывают, и у дел их спокойствие и безмятежность. Я перехожу к рассмотрению той вечности, из которой развились все последующие. Действительно, ее переоткрыватель не Платон. В одном платоновском тексте говорится о древних и священных философах, предшественниках Платона. Но он с блеском углубляет и сводит воедино все сделанное до него. Дейсон сравнивает платоновский труд с закатом, тот же пронзительный свет в предчувствии конца. Все греческие концепции вечности вошли в тексте Платона и были им либо отвергнуты, либо изложены в духе трагедии. Поэтому я и ставлю Платона прежде Иринея с его второй вечностью, увенчанной тремя разными и непостижимо одинаковыми фигурами. Вот что так пылко говорит Платин. «Всякая вещь на умопостигаемых небесах есть небо. И земля там тоже небо, как и животные, растения, люди и море. И зря-то не мир, не рожденный. Все смотрится в иное. И нет всем царствия, вещи непрозрачной, нет ничего непроницаемого, мутного, но свет сталкивается со светом. «Все везде, и все – это все. Каждая вещь есть все вещи. И солнце – это все светило. И всякое светило – это все светило и солнце. И никому тот мир не чужбина. Этот слаженный универсум, этот апфеоз уподобления и согласия – еще не вечность, но прилегающее к ней небо, не вполне свободное от чисел и пространства. К созерцанию вечности мира универсальных форм призывает и следующий отрывок из пятой книги. «Пусть люди, зачарованные здешним миром, его мощью, красотой, порядочностью, непрерывного движения, богами, видимыми и невидимыми, в нем обитающими демонами, деревьями и животными, вознесутся мыслью к реальности, ибо все это лишь ее отражение, и увидят они там умопостигаемые формы, незаемные у вечности, но истинно вечные, и узрят ее предводителя чистый ум и непостижимую мудрость, и истинный век Хроноса, чье имя – полнота. Все бессмертные вещи в нем, всякий ум, всякий бог и всякая душа. Он везде, зачем ему куда-то идти? Он счастлив, для чего ему переменные превратности? И то, что потом он обрел, было у него в начале. Все ему принадлежит в единой вечности, той вечности, которой вторит время, кружа вокруг души, всегда бегущей от прошлого, всегда стремящейся в будущее. Частое употребление множественного числа в предыдущих абзацах может ввести в заблуждение. Идеальный универсум, в который нас приглашает Платин, не так тяготеет к изменчивости, как к исполненности. В нем все тщательно отобрано, нет никаких поворотов и плеоназмов. Это недвижное и страшное собрание платоновских архетипов. Не знаю, видели ли этот мир когда-нибудь глаза простого смертного? Я не говорю о мистических откровениях и кошмарах. Или это был плод воображения изобретшего его грека? Но есть в нем что-то от музея, что-то застывшее, монструозное, разложенное по полочкам. Это, впрочем, личное впечатление, которым читатель может пренебречь. Но из-за этого не стоит пренебрегать основными сведениями о платоновских архетипах или перевозданных причинах и идеях, которые населяют и составляют вечность. Здесь не место детальному обсуждению платоновской системе. Сделают только несколько замечаний предварительного порядка. Для нас последняя реальность вещей заключается в том, что они суть материя, вращающиеся электроны, пробегающие целые галактики вокруг атомов. Для тех, кто мыслит как платоник, это вид, форма. В третьей книге Эниад мы читаем, что материя нереальна, что она чистая и полная пассивность, принимающая любые универсальные формы, как их принимает зеркало. Формы будоражат материю, не меняя ее сущности. Ее наполненность – это именно наполненность зеркала, прикрывающегося наполненным. Но на самом деле оно пусто, это призрак, который не исчезает, потому что ему не достает сил даже на то, чтобы перестать быть. Главное же – формы. О них, вторя плотину, но много позже, Малон де Чайде говорит следующее. Чтобы постичь действия Бога, вообразите, что у вас есть восьмигранная золотая печать, на одной стороне которой вычеканен лев, на другой – лошадь, на третий – орел, и так подряд. И вот вы на одном куске воска отпечатываете льва, на другом – орла, на третьем – лошадь. Конечно, все, что есть на воске, есть и на золоте, и нельзя отпечатать того, чего не было вычеканено на печати. С одним отличием – то, что есть на воске, всего лишь воск, и ничего не стоит, а то, что на золоте, есть золото, и стоит дорого. В тварном мире добродетели, конечно, и ничего не стоят. В Боге они золотые, потому что они – суть сам Бог. Отсюда можно заключить, что материя – это ничто. Как неплох этот критерий, как не туманен, мы постоянно им пользуемся. Отрывок из Шопенгавера – это не бумага лейпцигской конторы, не печать, не утонченная графика готического шрифта, не совокупность звуков, составляющих слова, не даже наше мнение о нем. Мириам Хопкинс сотворена из Мириам Хопкинс, а не из азотистых соединений или минералов, водных растворов углерода, алкалоидов и жиров, образующих переходящую субстанцию этого неуловимого серебристого привидения или умопостигаемой сущности Голливуда. Этот рассудительный ход мыслей побуждает нас отнестись к платоновскому тезису более примирительно. Мы его сформулируем так. Индивиды и вещи существуют в той мере, в которой они причастны виду, который их составляет и является их неприходящей реальностью. Вот удачный пример. Птица. Ее привычка к стае, маленькие размеры, неизменность внешнего вида, издревле идущая связь с двумя зорями, утренней и вечерней, то обстоятельство, что птиц мы чаще слушаем, чем смотрим на них. Все это вынуждает нас отдать предпочтение виду и ни во что не ставить индивид как таковой. Сноска. Живущий, сын того, кто бдит, невероятный метафизический Робинзон из повести Абубекра Ибн Туфейля ест только те плоды и ту рыбу, которых на острове в достатке, всегда памятуя о сохранности вида, о том, что вселенная не должна обеднеть по его вине. Конец сноски. Китс очень недалек от истины, когда полагает, что чарующий его соловей тот самый соловей, которого слышала Руфь, бредущая по чуждому жнивью. Стивенсон поклоняется одной единственной птице, соловью, пожирателю времени. Шопенгауэр тоже вносит свою лепту, соображение о чистой телесности, в которой живут животные, их неведение смерти и памяти. Он не без улыбки присовокупляет. Если я скажу вам, что играющий во дворе серый кот, тот самый, который прыгал и проказничал пятьсот лет назад, вы вольны думать обо мне что угодно, но еще большая нелепость полагать, что это какой-то другой кот. И далее. Удел львов требует львиности, которая во времени представляет, предстает, как некий бессмертный лев, живущий за счет непрестанно воспроизводящихся индивидов. Их рождение и смерть ничто иное, как биение пульса этого неприходящего льва. И до того некая бесконечность предшествовала моему рождению. Таким же я был тогда. С метафизической точки зрения можно было бы сказать, я всегда был я. Иными словами, все, кто в то время говорил я, были мной. Мне почему-то кажется, что читатель одобрительно отнесется к вечной львиности, что он испытает какое-то торжественное облегчение перед этим многократно отразившимся в зеркалах времени уникальным львом. Зато от понятия вечной человечности я этого не жду. Я знаю, что наше я ее отвергает, предпочитая бесстрашно распространять ее на чужие я. Скверно, что Платон предлагает нам еще более недоступные универсальные формы, такие как стольность или устроившийся на небесах умопостигаемый стол, этакий четырехногий архетип, мечта каждого столяра. Начисто отрицать стольность я, конечно, не могу, без идеального стола нам не добраться до конкретных столов, а то еще треугольность, пресловутый многоугольник с тремя сторонами, расположенный вне пространства и не снисходящей до равносторонности разносторонности и равнобедренности. Ну что ж, против азов геометрии тоже сказать нечего. Но вот что касается необходимости, разума, отсрочки, отношения, рассмотрения, размера, порядка, медлительности, положения, заявления, беспорядка, то об этих умственных конструктах я не знаю, что и подумать. Полагаю, их никто и представить себе не может, разве что у него агония, жар или ум за разум зашел. Впрочем, я совсем забыл о главном архетипе, том, что объемлет все упомянутые выше и всех так воодушевляет, о вечности, чье забытое отражение есть время. Не знаю, достаточно ли моему читателю оснований для того, чтобы перестать доверять платоновскому учению, у меня их полным-полно. Во-первых, Платон сополагает несовместимые родовые и абстрактные понятия, сосуществующие в мире архетипов. Далее, он умалчивает о способе, к которым вещи приобщаются к универсальным формам, да и подверженность этих стерильных архетипов инфекции множественности и разнообразия тоже подозрительна. Проблемы эти, впрочем, можно решить, ведь архетипы не менее туманные, чем временные вещи, созданные по образу вещей, а не страдают теми самыми недостатками, которые им предлагалось устранить. Вот львенность. Как изъять из нее надменность, рыжесть, гривастость, когтистость? На этот вопрос нет и не может быть ответа. Не стоит ждать от слова львенность чего-то особенного, чего нет в слове лев с ноской. Не хотелось бы расставаться с платонизмом, какой он не замороженный, не сделав еще одного замечания, которое желательно принять к сведению. Родовое может быть более насыщенным, чем конкретное. Примеров предостаточно. Когда я был маленьким и жил летом на севере, меня очень занимали бескрайняя равнина и люди, пившие в кухне мате. Каков же был мой восторг, когда я узнал, что это бескрайность и есть пампа, а эти люди гаучо. То же самое происходит с мечтательными людьми, когда они влюбляются. Общее, без конца повторяемое имя, определенный тип, отчизна и приписываемая ей завидная судьба, берет верх над индивидуальными чертами, с которыми приходится мириться во имя прекрасного образца. Крайнее выражение этого – влюбляющийся понаслышке, персонаж, весьма распространенный в персидской и арабской литературах. Услышать описание прелести царицы, чьи власы ночь разлуки, лицо краше райского дня, грудь затмевает свет луны и словно выточена из слоновой кости, чья походка приводит в отчаяние антилоп и устыжает гибкие ивы, чьи бедра клонят к земле, а ступни узки, как наконечник копья. Услышать и влюбиться в нее до смерти и умопомрачения, одна из традиционных тем тысячи одной ночи. Смотрите историю Бадр-басима, сына Шахрамана или Ибрахима и Джамилы. Возвращаясь к латиновской вечности, пятая книга Эниад включает самый общий перечень составляющих ее сущностей. Здесь и справедливость, и числа, до которого и добродетели, и деяния, и движения, но нет там ни ошибок, ни дурных слов, ибо они суть недуги материи, до которой пала форма. Есть музыка, но в виде гармонии и ритма, а не мелодии. У патологии и агрономии нет архетипов, потому что в них нет нужды. Ничего не говорится и о хозяйстве, стратегии, риторике и искусстве правления. Впрочем, как явления временные, они, возможно, соотносятся с архетипами красоты и числа. Там нет индивидов и нет никакой первозданной формы ни для Сократа, ни для человека высокого роста, ни для императора. А есть только общее понятие «человек». Напротив, все геометрические фигуры представлены. Из цветов есть только основные. Ни пепельного, ни пурпурного, ни зеленого в этой вечности нет. Иерархия важнейших архетипов по восходящей линии такова различия, тождество, движение, покой и бытие. Мы рассмотрели вечность, которая беднее мира. Нам остается разобрать, как ее освоила церковь, превратив в источник богатства неизмеримо большего, чем то, которое добывает время. Два. Лучшее документальное свидетельство первой вечности пятая книга Эниад. Второй, или христианской вечности, одиннадцатая книга исповеди Святого Августина. Первую вечность нельзя себе представить вне платоновского учения об идеях. Вторую, без тайны три единства и споров вокруг предназначения и воздаяния. Пятьсот страниц инфолио не исчерпали темы. Полагают, две-три странички иноктава не покажутся расточительством. Можно утверждать с большой степенью вероятности, что нашу вечность учредили несколько лет спустя после того, как хроническое кишечное недомогание свело в могилу Марка Аврелия и что местом, где произошло это головокружительное событие была балка Фурвьер, прежде называемая Форум Ветус, а ныне знаменитая своей базиликой и фуникулером. Это учрежденная епископом Иринеем всеобъемлющая вечность была не просто новой сутаной, в которую облеклась церковь, не была она и каким-то доктринальным изыском, ей пришлось стать сознательной позицией и оружием. Слово рождается отцом, и дух святой исходит от отца и от сына. На основании этих двух бесспорных фактов гностики приходят к заключению, что отец был раньше сына, и оба предшествовали духу. Такой вывод разъединял троицу. Ириней разъяснил, что оба события, рождение сына отцом и исхождение духа от обоих, осуществляются не во времени, но разом охватывают прошедшее, настоящее и будущее. Эта точка зрения возобладала, сейчас она догма. Так была провозглашена вечность, таившаяся прежде в тени какого-то безвестного платоновского текста. Неслиямность и нераздельность трех ипостасей Господа ныне представляется слишком незначительным вопросом для того, чтобы на него серьезно отвечать. И, однако, не приходится сомневаться в том, что этот вопрос имел первостепенное значение, поскольку с его решением связывались определенные надежды. Этернитас сноска Вечность есть чистое настоящее, а также безраздельное наслаждение бесконечностью. Идеологическое значение полемики вокруг Троицы также сомнению не подлежит. Сейчас в светских католических кругах к Троице относятся как к чему-то само собой разумеющемуся, безупречно верному и беспредельно архаичному. Меж тем, в кругах либералов ее рассматривают как воплощение изживающей себя церковной догмы, подлежащей устранению по мере развития демократии. Конечно, Троичность не умещается в эти представления. Внезапную идею объединить в одно целое отца, сына и призрак можно счесть интеллектуальным извращением. Она как чудище из ночного кошмара, ведь если ад представляет собой физическое насилие как таковое, то сплетение трех фигур это какой-то интеллектуальный ужас, некая заарканенная вечность, уловленная при помощи двух повешенных друг против друга зеркал. У Данте она изображена в виде разноцветных прозрачных кругов, совпадающих друг с другом. У Донна это толстые змеи, обвившиеся одна вокруг другой. Тот то коркусат тринитас мистерио написал святой павлин. Окутанная непроницаемой тайной сияет троица. Идея соединения трех лиц в одном, взятая сама по себе, отдельно от концепции искупления, должна показаться странной. Оттого, что мы будем рассматривать ее как вынужденную меру, тайна троицы не станет менее загадочной, правда, может выявиться ее назначение. Нетрудно понять, что отказ от троичности или по крайней мере от двоичности превращает Иисуса из вечного мерила нашей веры в какого-то случайного посланца Господа, некий исторический факт, которого могло бы и не быть. Если Сын не Отец, искупление не дело рук Бога, а если Он не вечен, не вечно и жертва в очеловечении и крестных мук. В кавычках только беспредельное совершенство может спасти навеки падшую душу, указывает Иеремия Тейлор. Так получает оправдание догма, хотя представление о рождении сына отцом и духа обоими не снимает вопроса о приоритете, не говоря уже вообще об ущербности всякой метафоры. Погрязшие в спорах о троичности богословы приходят к выводу, что для путаницы нет оснований. В одном случае речь идет о рождении сына, в другом о рождении духа. Рождение сына вечно, исхождение духа вечно. Таков высокомерный вердикт Иринея, выдумавшего деяние вне времени, какое-то искореженное Zeitlos' Zeitwald, которое можно отвергнуть, можно превознести, только нельзя обсуждать. Иринея решил спасти чудовище, и ему это удалось. Известно, что он был ненавистником философов, и сражаться с ними философским оружием ему, вероятно, доставляло особенное удовольствие. Для христианина первый миг времени и первый миг творения совпадают. Так себе и представляешь, как Бог на досуге сматывает века в клубок отошедшей вечности. Что-то в этом роде не так давно было описано Валери, а Эммануэлю Сведенборгу Вера Кристиана Религио 1771 истинная христианская религия привиделась у пределов небесной сферы фигура, пожирающая тех, кто в безрассудстве своем силится узнать, что же это делал Бог до сотворения мира. Открытая Иринеем христианская вечность с самого начала отличалась от вечности Александрийской, в качестве отдельного мира христианская вечность заняла место одного из девятнадцати атрибутов божественного ума. Выставленным на обозрение толпы архетипом грозила участь быть превращенными в божества или ангелов. Их реальность признавалась большей, чем реальность вещей тварного мира, с тем отличием, что теперь они в качестве вечных идей были включены в творящее слово. Альберт Великий разрабатывает понятие универсалия антерес универсалии прежде вещей латынь, утверждая, что эти универсалии вечны и предшествуют вещам тварного мира, как их прообразы или формы. Он тщательно разграничивает их с универсалия ин ребус универсалии внутри вещей, которые по сути те же самые понятия божественного ума, но уже получившие разнообразное временное воплощение и больше всего заботиться о том, чтобы их не смешивали с универсалии пост-рес универсалии после вещей, формируемыми индуктивным мышлением. Временные универсалии отличаются от божественных только тем, что им недостает творящей способности. У схоластов не возникает и тени сомнения, что категории божественного ума совпадают с категориями латыни. Впрочем, я, кажется, забегаю вперед. Богословы не слишком утруждают себя вечностью. Обычно они ограничиваются указанием на то, что это исчерпывающее переживание всех фрагментов времени как актуальных, и мусолят священное писание в поисках подтверждения собственным измышлениям. При этом складывается впечатление, что Дух Святой так и не сумел толком выразить то, что так внятно говорит комментатор. Потому-то им так нравится это свидетельство то ли великолепного презрения, то ли просто долголетия. Один день перед Господом как тысяча лет и тысяча лет как один день. Или великие слова, услышанные Моисеем и составлявшие имя Бога. Я есть сущий. Или те, что услышал до и после видений стеклянного мира, багряного зверя и птиц, пожирающих трупы тысячи начальников, святой Иоанн Богослов с Патмоса. Я есть Альфа и Омега начало и конец с носком. Представление о том, что человеческое время несоизмеримо с божественным можно встретить в одной из исламских традиций цикла Мирадж. Известно, что пророк, унесенный на седьмое небо сверкающим конем Ал-Бураком, на небесах беседовал с населявшими и ангелами, и что потом, когда пришлось ему пересекать сферу единого, длань господня коснулась его плеча, оледенив холодом его сердце. Отрываясь от земли, Ал-Бурак задел копытом и опрокинул кувшин с водой, но когда на обратном пути пророк его поднял, кувшин оказался полом. Конец носки. И еще они ссылаются на определение Буэце, сформулированное им в тюрьме накануне гибели от руки палача. Этернитас эст интерминаблис витая тото от перфекта посе сила. Вечность есть всецелое и совершенное обладание беспредельной жизнью, которая мне еще больше нравится в прочувствованной интерпретации Ханса Лассена Мартенсена Этернитас 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 Мерум Оди Эст Имедиата Эт Лучида Фруитию Рерум Инфинитарум И напротив, богословы предпочитают умалчивать о темных речах, стоявшего на море и на земле ангела. Откровение 10.6 И клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет. По правде говоря, в последнем стихе имеется в виду не столько время, сколько отсрочка. В итоге вечность осталась атрибутом беспредельного божественного ума. И хорошо известно, что целые поколения богословов были заняты созиданием этого божественного ума по своему образу и подобию. Живейшим стимулом к такой деятельности была дискуссия о предопределении об eterno вечно латынь. Через 400 лет после крестной смерти спасителя английского монаха Пелагия посетила крамольная мысль о том, что невинные младенцы, умершие без крещения, могут спастись с носка. Иисус Христос сказал, пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне. Само собой, разумеется, Пелагия обвинили в том, что он вклинивается между Христом и детьми, уготовляя им тем самым ад. Его имя, как и имя Афанасий, Сатанасий, располагало к каламбурам. Всякий твердил, что Пелагий, Пелагиус, значит море зла, Пелагус, море. Конец сноски. Августин, епископ Гипиона, опроверг его с негодованием, которым и по сей день восхищаются издатели. Указав на еретическую сущность этого учения, которое по праву не приемлют мученики и праведники, он отметил, что оно отрицает постулат, согласно которому в лице Адама согрешили и пали все люди, подчеркнул, что оно передает возмутительному забвению положение о преемственности греха и к тому же пренебрегает кровавым потом, муками и стоном того, кто умер на кресте, отвергает таинство благодати и ограничивает божественную волю. А когда дерзкий британец воззвал к справедливости, святой Августин отвечал ему, как всегда веско и патетически, что если речь зашла о справедливости, то все мы достойны гиены огненной, но что если Богу угодно кого-то из нас спасти, то стало быть, есть на то его неисповедимая воля, как много лет спустя безапелляционно скажет Кальвин. А вот так и все. Киа вулыд. Спасутся избранные. Лицемерные богословы закрепили избранность за праведниками. Избранных на муки быть не может. Это правда, что неудостоившиеся благодати идут в гиену огненную, но ведь Бог их не осуждает, он просто о них умалчивает. Все эти доводы значительно обогатили концепцию вечности. Но известно, что поколения язычников жили без всякого слова Божия. Было бы слишком большой смелостью считать, что они могут попасть в рай, но не меньшей смелостью полагать, что некоторых славных своими добродетелями мужей туда могли бы и не допустить. Цвингли 1523 уповает на то, что рядом с ним на небесах окажутся Геркулес, Тисей, Сократ, Аристит, Аристотель и Синека. Затруднение было устранено при помощи расширенного толкования девятого атрибута Господа, который говорит о всеведении. Всезнание распространялось на все вещи, как те, которые есть, так и те, которые могут быть. Стали искать какое-нибудь место в Писании, которое бы подтвердило это безграничное толкование и нашли целых два. То место в первой книге царств, где Бог говорит Давиду, что жители Кииля предадут его, если он останется в городе и он уходит. И второе в Евангелии от Матвея, где проклинаются два города. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они покаялись во вретище и пепле. Так, с опорой на эти цитаты, сослагательное наклонение глагола вступает в вечность. Геркулес пребывает на небесах рядом с Ульрихом Цвингли, потому что Бог знает, что он скрупулезно соблюдал бы религиозные обряды, а Лернейская гидра ввергнута в преисподнюю, потому, что не пожелало бы креститься. Это мы воспринимаем то, что есть, и воображаем то, что может быть, или то, что будет. Меж тем, в Боге этих свойственных временному миру различий нет. Его вечность единовременно схватывает. Uno интеллигенди акту. Не только все события этого изобильного мира, но и все то, что могло бы случиться, произойди самое призрачное из них иначе, и те, которые случиться не могли тоже. Эта комбинаторная точечная вечность много богаче Вселенной. В отличие от платоновских вечностей, рискующих оказаться невзрачными, этой вечности угрожает опасность уподобится последним страницам Улисса и, точнее, предпоследней главе книги, этому нескончаемому вопроснику. Августин с его величавой сдержанностью укращает буйство. Кажется, что его учение никого не обрекает на проклятие, ведь Господь, покоя свой взор на избранных, лишь пренебрегает отверженными. Бог знает все, Он только предпочитает иметь дело с праведниками. Иоанн Скотт Риугена, придворный философ Карла Лысова, блестяще преображает эту идею. Он полагает, что для Бога не существует определений, что Бог безразличен к греху и козлу. Он очерчивает сферу, в которой обитают платоновские архетипы, проповедует обожение, окончательное и бесповоротное припадение вещей тварного мира, включая черта и время к изначальному единству в Боге. Дивина бонитас консумабит молитиям этерна вита абсорбебит мортем беатитуду миссериам. Эта эклектичная вечность, включающая, в отличие от платоновских вечностей, судьбу каждой вещи и, в отличие от ортодоксии, не признающая никакого несовершенства и ущербности, была осуждена синодами Валенсии и Лангра «De divisione naturae libri ve» о разделении природы в пяти книгах латын. Трактат, излагавший еретическое учение об этой вечности, был публично сожжен. Эта своевременная мера пробудила среди библиофилов интерес к учению эреугены и позволила его книге дойти до наших дней. Вселенной потребна вечность. Богословы хорошо знают, что если Бог хоть на миг оставит своим вниманием мою руку, выводящую эти строки, она обратится в ничто, словно пожранное темным огнем. Потому-то они и говорят, что пребывание в этом мире есть постоянное творение, и что глаголы «пребывать» и «творить» так враждующие здесь, на небе одно и то же. Три. Такова изложенная в хронологическом порядке всеобщая история вечности, точнее вечностей, ибо жаждущая вечности человечества грезила двумя последовательно противоположными грезами с этим наименованием. Грезой реалистов странным томлением по незыблемым архетипам вещей и грезой номиналистов, отрицающей истинность архетипов и стремящейся совместить в едином миге все детали универсума. Одна греза построена на реализме, доктрине настолько нам сейчас чуждой, что я не верю в истинность любой интерпретации, включая и мою собственную. Вторая, связанная с номинализмом, утверждает истинность индивидуума и условность родовых понятий. И ныне мы все, как растерянный и ошеломленный комедийный герой, который случайно обнаруживает, что говорит прозой, исповедуем номинализм sans le saviour, не зная того, французский. Это как бы общая предпосылка нашего мышления, аксиома, которую мы так удачно обзавелись. А раз речь идет об аксиоме, и говорить здесь не о чем. Такова изложенная в хронологическом порядке история вечности, предмет долгой тяжбы и споров. Бородатые мужи в епископских шапках изглагали ее самвона и кафедры, дабы посрамить еретиков и отстоять соединение трех лиц в одном. Но на самом деле ее проповедовали для того, чтобы остановить утекание времени. Жить это терять время, ничего нельзя не оставить себе, не удержать иначе, чем в форме вечности. Читаю я у эмерсенианца испанского происхождения Сантояны. Стоит сопоставить эти слова с гнетущим отрывком из Лукреция отщете совокупления. Как постоянно во сне, когда жаждущий хочет напиться и не находит воды, чтобы унять свою жгучую жажду, ловит он призрак ручья, но напрасны труды и старания. Даже и в волнах реки он пьет и напиться не может. Так и Венера в любви только призраком дразнит влюбленных. Не в состоянии они созерцая насытиться телом. Выжать они ничего из нежного тела не могут, тщетно руками скользя по нему в безнадежных исканиях. И наконец, уже слившихся с ним посреди наслаждений, юности свежей, предвещает им тело восторги. И уж Венеры посев внедряется в женское лоно, жадно сжимают тела и, сливая слюну со слюною, дышат друг другу в лицо и кусают устав поцелуи. Тщетно усилия их, ничего они выжить не могут, как и пробиться вовнутрь и в тело всем телом проникнуть. Перевод Петровского. Архетипы и вечность вот два слова, сулящих наиболее устойчивое обладание. Конечно, всякая очередность безнадежна у Бога, а истинный душевный размах домогается всего времени и всего пространства разом. Известно, что личность становится сама собой благодаря памяти, и что ее утрата приводит к идиотии. То же самое можно сказать о Вселенной. Безвечности, без этого сокровенного и хрупкого зеркала, в котором отражается то, что прошло через души людей, всеобщая история утраченное время, в котором утрачена и наша личная история, и все это превращает жизнь в какую-то странную химеру, чтобы закрепить ее мало граммофонных пластинок и всевидящего глаза кинокамеры, этих отображений отображений, идолов других идолов. Вечность еще более диковинное изобретение. Это правда, что ее нельзя себе представить, но ведь и скромная временная последовательность тоже непредставима. Утверждать, что вечности нет, предполагать, что время, в котором были города, реки, радости и горести, полностью изымается из обращения, так же неоправданно, как и верить в то, что все это можно удержать. Откуда же взялась вечность? Об этом у святого Августина ничего не говорится. Он только подсказывает, что частички прошлого и будущего имеются во всяком настоящем, ссылаясь на конкретный случай, чтение стихов на память. Это стихотворение во мне еще до того, как я начал его читать. Как только я кончил его читать, оно ушло в память. Пока я его произношу, оно растягивается. То, что уже сказано, уходит в память. То, что еще надо сказать, ждет своего часа. И то, что происходит со всем стихотворением, происходит и с каждым стихом, и с каждым слогом. И то же самое я скажу о вещах, длящихся дольше, чем чтение стихотворения, о судьбе каждого, слагающейся из целого ряда действий, и о человечестве, слагающемся из ряда судеб. Это доказательство тесной взаимосвязи различных времен времени, все равно предполагает их последовательность, что не согласуется с образом единовременной вечности. Я думаю, что все это идет от ностальгии. Так мечтатель и изгнанник перебирает в памяти счастливые дни, и они видятся ему «sub специ атернитатис», с точки зрения вечности латынь. И он совершенно упускает из виду, что, осуществись одна единственная мечта, другие пришлось бы отложить на время или навсегда. Эмоциональная память тяготеет к вневременности, совмещая все радости былого в едином образе. Розовые, багряные и красные закаты, на которые я каждый день смотрю, в воспоминании окажутся одним единственным закатом. То же самое с нашими надеждами. Самые несовместимые чаяния в них беспрепятственно сосуществуют. Иными словами, желание говорить на языке вечности, и похоже на то, что именно ощущение вечности «immediata et lucida fruitio rerum infinitarum» есть причина того особого рода удовольствия, которое вызывает у нас перечисления. Четыре. Мне остается изложить читателю свою собственную теорию вечности. Это бедная вечность, в ней нет ни бога, ни вообще никакого властителя, ни архетипов. Я описал ее в 1928 году в книге «Язык аргентинцев». Здесь я воспроизвожу то, что было напечатано тогда. Страницы эти носили под заголовок «Чувство смерти». Начинается цитата. Я хочу рассказать о том, что случилось со мной несколько дней назад. Безделица эта была слишком эфемерной и экстатической, чтобы назвать ее происшествием, слишком эмоциональной и темной, чтобы записать ее в идеи. Речь идет об одной сцене и тексте к ней. Текст я уже произнес, хотя до конца и полностью еще его не прочувствовал. Перехожу к описанию сцены со всеми временными и пространственными аксессуарами, в которых она мне предстала. Мне припоминается это так. Накануне вечером я был в Баракасе, в месте для меня не очень знакомом, сама удаленность которого от тех окраин, по которым мне потом довелось прогуляться, придала всему этому дню особую окраску. У меня не было никаких дел, и так как вечер выдался мягкий и тихий, я после ужина пошел побродить и подумать. Мне не хотелось идти куда-то в определенное место, и я не стал себя ограничивать каким-то конкретным направлением, чтобы не маячила перед моим внутренним взором одна и та же картина. Я решил отправиться, как говорится, куда глаза глядят. Я намеренно держался вдали от проспектов и широких улиц, а во всем остальном положился на неисповедимую и темную волю случая. И все же, словно к чему-то родному, я не имею никакой охоты забывать и преданность которым хочу сохранить в сердце. Впрочем, эти названия у меня связываются не столько с самим кварталом и местами, где прошло мое детство, сколько с теми таинственными окрестностями, округой, близкой и незапамятно далекой, над которой я полностью властвовал в уме, но не в реальности. Оборотной стороной всем известного, его изнанкой, вот чем были для меня эти окраинные улицы, неведомые мне так же, как неведом врытый в землю фундамент собственного дома или собственный скелет. Я оказался на каком-то углу и вдохнул ночь, неслышно размышляя. Картина очень безыскусная от того, что я устал, выглядела еще непритязательнее. Сама заурядность открывшегося вида делала его призрачным. Улица с низкими домами на первый взгляд казалась бедной, но вслед за впечатлением бедности рождалось ощущение счастья. Она была очень бедной и очень красивой. Все глухо молчало. На углу смутно темнела смаковница. Навесы над дверными проемами разрывали вытянутую линию стен и казались сотканными из бесконечной материи ночи. Крутая пешеходная тропинка обрывалась на улицу. Все из глины, первозданной глины еще не завоеванной Америки. Осыпающийся проулок светился выходом на Мальдональдо. Похоже было, что на темно-бурой земле розовая глиняная стена не столько впитывала лунный свет, сколько источала свой собственный. Можно ли сыскать точнее название нежности, чем этот розовый цвет? Я смотрел на эту смиренность и мне подумалось наверняка вслух то же самое, что и тридцать лет назад. Я прикинул, что значит тридцать лет. Для иных стран это недавно, а для этой непостоянной части света уже давно. Кажется, пела какая-то птица, и я почувствовал к ней любовь, крохотную, как сама птичка. Точно помню, однако, что в запредельной этой тишине не слышалось ничего, кроме тоже вневременного треска цикад. Сразу пришедшая на ум я в 1800 каком-то перестала быть корточкой неточных слов, начала облекаться плотью. Я ощутил, что я умер, я ощутил, что я сторонний наблюдатель всего того, что происходит, и почувствовал неопределенный, но отчетливый страх перед знанием, который являет собой последнюю истину метафизики. Нет, я не добрался до пресловутых истоков времени, но мне почудилось, что я владею ускользающим или вообще несуществующим смыслом непредставимого слова вечность. Только позже мне удалось выразить в словах свое впечатление. Вот что это такое. Это чистое соположение однородных вещей, тихой ночи, светящейся стены, характерного для захолустья запаха жимолости, первобытной глины не просто совпадает с тем, что на этом углу было столько лет назад. Это вообще никакое не сходство, не повторение. Это то самое, что было тогда. И если мы улавливаем эту тождественность, то время иллюзия. И чтобы ее развеять, достаточно вспомнить о неотличимости призрачного вчера от призрачного сегодня. Совершенно очевидно, что число таких состояний не бесконечно. Самые элементарные из них физическое страдание и физическое удовольствие, миг сильного душевного напряжения и душевной опустошенности, когда засыпаешь и когда слушаешь музыку. Более всего безлично. А отсюда следует вывод. Жизнь слишком бедна, чтобы не быть бессмертной. Но и в бедности нашей мы не можем быть совершенно уверены, коль скоро время, легко опровергаемое нашими чувствами, не так-то просто опровергнуть разумом, в самой основе которого заложена идея временной последовательности. В итоге нам ничего не остается, кроме раздумья над забавным сюжетом, в который отлилась история одной туманной идеи. И мигом проведение вечности и восторга, на которые небоскупилась эта ночь. ночь.